Приветствую вас, аноним. Давайте разберём ваш вопрос. Зачем парить? Пишите вы спустя месяц, летит обниматься со словами, что ничего не вернуть, и чтобы я не держала на него зла. Ну, многие люди на самом деле хотят сохранить какие-то тёплые, хорошие отношения. Это довольно частое явление между людьми, когда вот после расставания, да, человек может вести себя как-то вот несколько по-другому. То есть вот вначале он делает всё, чтобы расставаться, а после вроде как меняет свою позицию, вроде как меняет свою точку зрения, да, и ведёт себя по-другому. Ну, и связано это с определённым обещанием, в частности, с типом личности человека, например, как один из вариантов. Вот, как другой из вариантов, это тоже чувство вины, да, то есть вот, имеющее быть чувство вины смутно, практически, ну, неосознаваемо человеком, вот. Что же к этому имеет отношение? Вот, так что вот здесь, на мой взгляд, довольно бессмысленно, я бы сказал, пытаться человека понять, да, зачем парень лид. После того, как он меня бросил, расставание было, а, после того, как он меня бросил. Ну, смотрите, здесь, мне кажется, вы позиционируете себя несколько жертвенно. В том смысле, что вы пишете, что вас бросили. Мне кажется, что это может быть, конечно, и правда, что он решил вас, ну, бросить, например, да. Но, всё равно, вы как будто бы этому сопротивляетесь, что ли. Как будто бы вы не готовы это признать, что ваши отношения завершились. То есть, когда люди говорят, что он меня бросил, как будто бы сами не согласны с тем, что отношения нужно было завершить. Вы говорите, что вам больно, что это было ужасно, что он вас обижал и так далее. Вот, но при этом, как будто бы вы, вот, до сих пор к нему что-то чувствуете. Это нормально, если вы что-то к нему чувствуете. Но, важно, там, всё-таки признать и прожить. Дальше. Так, расставание было ужасно. Печатевые. Соответственно, я думаю, что вы не прожили, а то он сильно меня обидел и оскорблял. Ну, опять же, здесь у вас как будто бы вся ответственность за конфликт возлагается на молодого человека. Я не хочу сказать, что вы виноваты. Я не хочу сказать, что то, что вы не правы здесь. Я не хочу оправдывать вашего молодого человека. Но я хочу сказать, что когда человек говорит, когда вы говорите, точнее, что он меня обидел и оскорблял, такое ощущение, что вас очень легко обидеть и оскорбить. То есть, такое ощущение, что, ну, ваши личные границы не защищены. Вот. Ну, вот так сказать, должным образом вам не защищены. Вот. И это вызывает вопросы. Это вызывает вопросы. Обида, с точки зрения психологии, чувство детское, связанное с надеждами и ожиданиями, как правило. И ожидания, как правило, эти не совсем реалистичны, можно сказать. Поэтому, тут вопрос в том, из чего проискать ваши обиды и оскорбления. Вот. Потому что здесь, повторюсь, такое ощущение, что у молодого человека есть над вами, ну, стафактус. По факту. По факту. А, вся власть. Вот. У вас... У вас никакой, а у него, соответственно, вся. Потому что только тот, у кого есть власть, надо, ну, вот, например, над вами может вас оскорбить, вот, и обидеть. Поэтому здесь я бы обратил, вот, внимание на то, как вы себя ведете в отношениях. Вот. Дальше. Идем. Не попросив прощения, порвал отношения. Отношения были не один год, никого не однократа меня обижал. Такой вопрос, вот, я бы сказал, да, в какой-то степени, ну, на мой взгляд, достаточно важный. Если он вас не однократно обижал, зачем вы тогда с ним были? Для чего вы тогда с ним в отношениях были? Вот. Или вы ждали, что он изменится? Вы ждали, что он станет другим? Вы ждали, вы ждали чего-то? Как это работает? Вы говорите, что отношения были не один год, но парень нас неоднократно обижал. Приехал забрать свои вещи, он обвинился в черный раз меня во всем, сказал, что между нами не может ничего быть, хотя я не понимал, где надо обврать отношения. Но это проекция, за то, что в психологии называется проектирование, когда, собственно, делается перенос, то есть то, что, условно говоря, я чувствую я, я присваиваю это, то, что я чувствую тебе. Вот. Это проекция. И молодой человек, знаешь, судя по всему, занимается именно этим. Он занимается проектированием. Он проецирует. Дальше. Значит, я не понимала темы возврата отношений, а чем ему и сказала. Вообще с ним общалась все это время. Все это время. Ну, чувствуется, что вы, вот, не очень отдаете, как бы, постепенно отчеты о том, чего вам хотелось бы. Вот. То есть, вам вроде бы и больно, вот. То есть, вам вроде бы и тяжело, вот, но, в то же время, вы с ним общаетесь, от него отдаляете. Вот. Это, это, это понятно. Это понятно. То есть, как бы, понятно, каким образом так происходит. Но, видите ли, тут вся сложность в этом противоречии, по сути, в том, что вы, таким образом, не проживаете свои чувства. Вот. Таким образом, вы, ну, по факту, варитесь в собственном соку своих чувств, и ничего хорошего из этого не происходит. Вот. Понимаете, да? Дальше. Когда стал уходить, полез обниматься. Это говорит об некоторой импульсивности человека, о его эмоциональности, о его тревожности и нестабильности поведения. Конечно. То есть, ну, такая вот порывница, противоречивость, там, да, там, как бы, ну, ничего, конечно, хорошего в этом нет. Но, опять же, опять же, опять же, к сожалению, нужно, нужно признать, что вы сами такого человека выбрали. То есть, чисто теоретически, ну, вот, когда вас первый раз, как бы, оскорбили, да, вы, в принципе, уже могли бы, ну, в отношениях не находиться. Вот. А вы продолжали в них находиться. Вот. Вот. Поэтому, как бы, вопрос, на мой взгляд, да, вопрос. Для чего вы это делали? На что-то вы надеялись. Может быть. Ну, может быть. Вот. Не знаю. Дальше. А, значит, я сказал, не надо меня обнимать, но не отпускал во всем таки действия, от этого все еще больнее. Я бы обратил ваше внимание на вашу боль и на ваше переживание, на то, что было, значит, отношения в целом и на то, что, значит, конкретно этот человек. Я бы поработал с вашей самооценкой уверенностью в себе, чтобы вам не было больно, чтобы вас нельзя было обидеть и оскорбить. Поработал бы с личным ростом, личной ответственностью, возможно, границами. Вот. Потому что, чтобы вы не были жертвой и не чувствовали себя на властье другого человека. Вот. В целом, я бы не сказал, что ваши отношения можно назвать партнерские. Вот. С точки зрения психологии, это не очень здоровые отношения. Поэтому прожить травмы расставания и научиться исправить другие, более конструктивные отношения, вам могут помочь специалисты. На этом все. Надеюсь, что помог вам обращаться. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это поможет вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь. Пожедайте, «Пожелует д Craig, по своим разбор Hero». «Пожел sight заживание neck малого человека», «Пожел sight с вLER». «Пожел sight заживный человек» «Пожел Team Unfall». Продолжение следует...